Здравствуйте! В эфире новости христианского мира в студии Анна Коваленко. Главным темам. Русская Православная Церковь намерена создать единую сеть помощи наркозависимым. Папа Римский Франциск почтил память жертв геноцида армян. Патриарх Кирилл назвал Воркуту памятником героям. Русская Православная Церковь работает над превращением отдельных центров помощи наркозависимым людям в единую сеть. Принятые за последние несколько лет программы реабилитации уже прошли апробацию, сообщает христианский портал Инвиктори. Сейчас у нас новый период, когда все то, что есть, должно перейти в единую сеть помощи наркозависимым по всей территории России, сказал руководитель Центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. Он отметил, что с 2010 года число центров помощи наркозависимым увеличилось вдвое. Также в 2012 году РПЦ приняла важный концептуальный документ об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых, где, по его словам, изложено церковное понимание наркомании и реабилитации ее жертв. У нас, кроме реабилитации, создана программа первичной профилактики, причем для разных групп. Уже вышли учебники по этим программам, которые апробированы, пояснил иерарх. Злоумышленники противодействуют увековечению памяти о древнем храме Пресвятой Богородицы, находившемся на горе Чаттердак в Крыму. На месте церкви до сих пор обнаруживают остатки черепицы, обработанные камни ракушечника и керамику. Однако находятся вандалы, которые все предметы словно специально уничтожают, сообщает Прислужба Симверопольской епархии. Храм был построен в VIII веке. После выселения греков-христиан церковь пришла в упадок. Вследствие сложных климатических условий на горе остатки храма за 200 лет были почти полностью заметены. В 2010 году на горе был установлен поклонный крест, а несколькими годами ранее два камня. Один с изображением Святого Духа в виде голубя, второй в честь Богородицы. И опять вандалы сбили символику, которая была изображена на одном камне, и предприняли попытки сбить изображение на камне с голубем и на кресте, высеченном на камне прямо на вершине, сообщает в Пресс-службе. Папа Франциск в субботу посетил комплекс памяти жертв геноцида армян в Ереване в сопровождении президента Армении Сержа Сарксяна и католикоса всех армян Горегина II. Понтифик возложил венок к мемориалу почти в память жертв событий столетней давности, а также возложил цветы к вечному огню, где вместе с католикосом произнес молитву. Кроме того, папа Римский посадил ель на Аллее памяти и оставил запись в книге почетных гостей. На территории мемориала он также встретился с потомками жертв геноцида армян до 1915 года в Османской империи. Фонд, президентом которого является супруга премьер-министра Российской Федерации Светланы Медведева, проведет 9-15 июля всероссийскую акцию «Подари мне жизнь». Акция направлена не только на предотвращение абортов, но и на сохранение семейных ценностей и традиций. Наша страна по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в печальном рейтинге стран с высокой частотой абортов, так же как Эстония, Латвия и Белоруссия. Это не может не вызвать тревогу и озабоченность, сообщают представители фонда. Упомянутая акция тесно связана с Днем Семьи, Любви и Верности, который отмечается 8 июля. Предстоитель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на церемонии закладки Воркутинского Спасского кафедрального собора назвал Воркуту памятником героям и мученикам. Собор будет посвящен всем погибшим при строительстве города, заключенным и тем, кто пострадал на шахтах. В воскресенье 1 июля заложил в центре Воркуты Спасский собор и посетил шахту Северная, на которой в феврале произошел пожар, унесший жизни около четырех десятков человек. Мы говорим о героях, никто не забыт и ничто не забыто. Мы знаем очень многих героев по именам, но здесь были особые герои, которые трудились как люди подневольные, лишенные всяких прав и всяких возможностей, отстаивают свои жизненные позиции. Тем не менее, неся двойной груз лишения свободы и тяжелого труда, в этих полярных условиях они построили и город, и шахты. И это памятник героям нашего народа, сказал патриарх Кирилл. Он подчеркнул, что благополучие города построено трудом и тех, кого безвинно лишили свободы и мучеников за православную веру. Через стенки Воркут-Лага прошло около двух миллионов осужденных. Это было одно из крупнейших исправительных заведений в системе главного управления лагерей ГУЛАГ. Это были все новости к этому часу. Следите за развитием событий в нашем эфире. Хороших вам новостей и до встречи на ТБН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова